Женя, просто отдай нам эти деньги и все. Вы обещали нам три миссии, их уже четыре. Мы не знаем, что думать. Просто отдай нам этот чемодан. Нет, нет, этот чемодан должен достаться самому талантливому участнику, который прошел через все тяжкие. Ну вот и все. Осталось всего несколько часов до завершения главной миссии. Что будет с нашими участниками дальше, не знает никто. А сейчас у меня в руках чемодан с деньгами, в котором миллион рублей. Очередная прошедшая неделя приблизила нас к разгадке главной интриге этого года. Нет, речь идет не о том, красит ли Джигурда свои волосы кной или это его натуральный цвет. Я имею в виду интригу, кто же получит заветный миллион от Аниты Цой. Но сначала обзор третьей миссии. Первое видео погружает нас в атмосферу дикого запада и крутых ковбойских разборок. Я уже представляю себе картину. Разыскиваться живым или жареным. А индейцами в этом шоу должны были стать ведущие спокойной ночи малыши Дима Маликов и Оксана Федорова. Или если их называть индейскими именами, то это был бы красивый, как закат луны, длинноволосый лис и Оксанка. В итоге создатели этого комикса команды кролики, что? Правильно. Молодцы. Второй на сегодня комикс прислали нам Япона Мама. Филя, женщина? Извините, друзья, но у нас подобные проявления караются законом. Особенно они не приветствуются в Питере. Ну а в остальном очень даже хорошо. Друзья, ну а следующий комикс от Олеси. Как ужа Степашка и Филя, мы заправляем эфиром. А завершилась эта история прямо как типичная русская свадьба. Филя, Степашка и Хрюша втроем наваляли Человеку-пауку. При всем уважении к Спайдерману, Хрюшу, Филю и Степашу я знаю чуть дольше, поэтому я болела за них. В очередной раз нас порадовала Анжелика Шатульна. Как ужа Степашка и Филя. Обратите внимание, какая толстая золотая цепь у Филя. Ну, за 50 лет в телевидении можно, в принципе, и заработать. Лет через 50 себе такую ж куплю. Костя Абрамов, экспрессионист, как всегда отличился своим видением мира. Как ужа Степашка и Филя. Это произведение искусства специалисты называют психанул. Ну а команде экипаж уже не нужно снимать какие-то видео или комиксы. Зачем, если иметь в друзьях Валерию и Осипа Пригожина, которые лично сидят в Google Plus и ставят за них лайки, то вопрос с победителем, наверное, уже решен. Не тут-то было. Единственный минус в том, что если вас будет раскручивать сам Осип Пригожин, 70% от выигрыша придется оставить ему. А безумикший экипаж рулит. Бип-бип. Друзья, чтобы решить, кто из вас лучший, нам не хватило трех миссий. Поэтому нам понадобилось четвертое. Вы все суперкрутые участники и каждый из вас талантлив по-своему. Япона-мама креативно креативит. Анжелика Шатульна вызывает мурашки своим прекрасным голосом. Олеся поражает на своей драматургии. Кристина Невская производит максимально качественные ролики, как на конвейерном заводе. Кролики творят чудеса и каждый раз они запрыгивают в уходящий поезд в самый последний момент. Ольга целеустремленно идет к победе, несмотря ни на что. Костя Абрамов поедает мозг своим видением мира. Ну как тут выбрать? Именно поэтому миссия четыре. И сейчас мы посмотрим, как с этим заданием справилась Кристина Невская. Ради этого видео я не пошла на дискотеку восьмидесяток, хотя папа меня туда чуть не затащил. Спасибо тебе, Кристина, что помогла отмазаться. Чудесный и искрящийся хрустящий сон с глазами на затылках, веселой стаей розовых ворон. Роняя перья слюни, наполняя воздух кутей мой, мы у прилавка нужных нам вещей хотим потратить миллион. Кристина уже даже не скрывает, что ей не терпится потратить миллион рублей. Кристина, аккуратнее, не называйте цифры. Нас могут смотреть налоговые службы, а то придется тратить не миллион, а восемьсот семьдесят тысяч. Следующее видео для четвертой миссии нам прислала Ольга. О чем мечты, мой? Да так, а много. Мечтаю я киты исполнить на собственные песни и стихи. Мечтаю радовать людей своим талантом. Ольга, большая молодец, она за три минуты видео сменила больше костюмов, чем Филипп Киркоров за один концерт. Кабы я была богачкой, и кухаркой, и непрачкой, коли имела миллион, и сдала бы я закон. Я бы стала светской львицей, был бы миллион в кармане, я снялась бы, ну, в рекламе. Друзья, наша дорогая Анита очень любит ходить в кино, и поэтому мы решили провести небольшое исследование. Посоветуйте Аните какой-нибудь крутой фильм. Свои комментарии вы можете оставлять под видео. Да, друзья, если помните, на прошлой неделе мы просили вас нам помочь. Вуаля, друзья, теперь нас больше тысячи. А аудитория проекта перевалила за 50 тысяч человек. Спасибо всем, кто репостит, мы растем вместе с вами. Не забывайте подписываться на наш канал вот тут. Сегодня тот самый день, когда вы узнаете полуфиналистов. А больше я вам ничего не скажу. Скажу только одно. Сегодня на нашей страничке в Google+, может появиться сообщение от Аниты, в котором именно она расставит все баллы участникам за четвертую миссию, который для некоторых окажется решающим. Вот и все на сегодня. Смотрите нас здесь, здесь и здесь. Теперь мы есть еще и на Элла, также на Ютубе. И как говорит моя бабушка, пойду тусануюсь. Всем приятной недели. Да пребудет с вами Силан Цой. Всем пока. Не обещай, не думай, не пугай, не завид. Слова простые, что было, остыло и забыло. Мне твоего не надо, рай, а сгорай один. Найди же силы хоть раз себе, чтобы уйти красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!